Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. С именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала ему, Господу миров, мир и благословение его пророку и его семье и сподвижникам. Прибегаю к защите Аллаха от проклятого сатаны. С именем Аллаха, милостивого, милосердного. С именем Аллах. Уважаемые братья и сестры, во-первых, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Как-то вы тихо салям даете. Ну давайте, может, пободрее, что ли. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хорошо, сегодня мы с вами поговорим о джинах. Джины, они среди нас, и здесь тоже где-то, наверное, они есть. И среди джинов, так же, как и среди людей, есть как неверующие, так и верующие. В наших домах тоже есть джины. Верующие джины, джины-мусульмане, живут с верующими, потому что им нравится там. Нравится, когда вы читаете Коран, читаете намаз, какие-то хорошие дела делаете. Поэтому им и нравится с вами. Вот у вас было, что дома один сидите, и в одной из комнат вы слышите чьи-то шаги. Поднимите руки, у кого такое было. Вот это да! И в Манчестере джины тоже есть. Ну вот захотел верующий джин дать о себе знать. Ну, салям ему дайте. Бояться-то точно нечего. Ни один верующий джин, по идее, не должен делать чего-то такого, что вам навредит. Иной раз они даже помогают вам ислам соблюдать. Вот у кого такое было, поднимите руки, что на Фаджар вы вдруг резко просыпаетесь от того, что к вам кто-то прикоснулся. Поднимите руки. Опа! Да в Манчестере, похоже, джинов больше, чем в Бирмингеме. Вот со мной знаете, как было? Я был в Дели, в Индии, в 2015. В мечети был безвылазно, чтоб усердно поклоняться Аллаху. А мечеть там местная. Находится прямо посреди кладбища. Там очень хорошее место на самом деле. Очень хорошо получается сосредоточиться. Бывали моменты, что в мечети не было никого, кроме меня и еще одного брата. Маленькая мечеть. Иной раз, когда я поминал Аллаха, я слышал, как кто-то вместе со мной тоже поминает Аллаха. Я подумал, ну ладно, кто-то вместе со мной хочет Зикарь почитать. Пожалуйста, без проблем. А днем же пост, перед рассветом встать надо сухур покушать. Где-то до 3.40. И вот, значит, мы в мечети. Спутник мой, который тоже в мечети уединялся для поклонения. Уснул, иногда засыпал и я. И вот я чувствую, кто-то будет меня в 3 часа ночи. Четко в 3.00. Это был хороший джинн, верующий, мусульманин. Он хотел, чтобы я не пропустил сухур. Ну что, хорошее дело. Альхамдулилях. Машаллах. Поблагодарите его. Поприветствуйте. Салям ему дайте. Вообще, когда домой заходите, по сунне пророка нужно салям давать. Даже если дома пусто. Потому что у вас дома ангелы. И даже если людей нет, ну есть джинны. И вы приветствуете джиннов. Бояться не надо. Зашли домой, дали салям. Поймите. Нет причин бояться джиннов. Сами джинны боятся людей. Между миром людей и миром джиннов Аллах установил барьер. Преграду, которую джинны пересекать право не имеют. Они не лезут в наш мир, мы не должны лезть в их мир. Вот смотрите, кот должен бояться человека или человек-кота? Вот вы в Манчестере даете. Че, котов боитесь что ли? Ребят, ну вы чего, не спите. Человек-кота должен бояться или кот-человека? Кот, конечно. Я же не говорю о диких представителей семейства кошачьих. Или вот собака, допустим. Если она учует ваш страх, она обнаглеет. Часто бывает, что люди джиннов боятся. Из-за того, что кто-то в детстве внушил им бояться джинов. Бывает, дети боятся ночью в туалет пойти. Им надо, чтобы за дверью кто-то стоял. Вот мы маленькие были, когда нам рассказывали страшные истории о джинах. Мол, а ты слышал, вот то-то, то-то бывает. Вообще, родители, кстати, неправильно поступают, воздействуя через страх. Вот моя мать, да помилует ее Аллах, скажите амин. Помню, племянника моего кормила когда. Говорила, ешь давай. А если не будешь есть? Вот слышишь? Собака лает, вон там, на улице. Тот такой, ага, слышу. Ну так вот, эта собака схватит тебя, если не будешь есть. О боже. В итоге племян ж теперь взрослый уже, а собак боится. Хотя, наверное, и так боялся бы, потому что азиат. Бывает же, в парк собака прибегает, азиаты разбегаются. Собака сюда, они в другую сторону. Та приходит, они от нее. Но все равно неправильно это, страшилками такими манипулировать. Когда ты маленький и слышишь такие истории, глубоко в душу западают. Вот я детей двум вещам приучаю. Не бояться собак. И второе. Не бояться джинов. Говорю, вот идешь ты в парк. Увидел собаку. Не уходи, стой. Вот собака идет, а ты просто стой. Не беги. Не надо их бояться. И альхамдулилях, дети собак не боятся. И еще я как делаю? Вот насчет джинов. Иной раз я целенаправленно. Когда на втором этаже вообще никого нет. Говорю детям сходить на второй этаж и принести что-нибудь. Дети иной раз боятся же сходить наверх одни, когда там нет никого. Когда темно там. Ну темно там. Ну сходи, включи свет. Возьми что надо да возвращайся. Понятно, страшно им. Я говорю, ну ничего. Все равно сходи. Сходи, сходи, не бойся. Не надо детям говорить. Там никого нет. Папа тебя защитит. Если я услышу, что ты закричишь, я как супермен прилечу и заберу тебя. Спасу. Не надо ничего такого говорить. Да? Страшно. Но объективных-то причин бояться нет. Еще мы как делали? Я знаю, многие родители такого не делают. Вот мы спать, когда ложимся, везде в доме свет выключаем. И каждый ребенок в отдельной комнате. Спит один. С самых ранних лет мы приучаем так. Когда ты детей приучаешь спать в отдельной комнате, без света, одному, они вырастают с нормальной психикой. А то родители позволяют детям вместе с собой спать. Месяцами причем. Есть же такое. Дети между родителями спят. А мужу с женой не очень-то удобно в постели находиться, в присутствии ребенка. Пускай спит в своей отдельной кровати. Причем в темноте, без света, с того возраста, с которого это становится возможным. В отдельной комнате нормально все с ним будет. Ну потому что это жизнь. Зачем историями какими-то пугать его? Чтоб он потом боялся спать отдельно. И думал, че ж со мной будет теперь, когда родителей-то рядом нет. Не надо, пускай живет в естественных условиях. Безо всякой гиперопеки. Вот то, что люди боятся джинов, вот это вот все, это просто у них в голове. Эти страхи в их сознании. Объективных причин бояться джинов нет. Тем более, если вы волевой человек. Кто джинов не боится, того наоборот джины боятся. А если вы джинов боитесь, они могут поиграть на вашем страхе. Поэтому не надо их бояться. Ну услышал ты что-то, когда один дома, ну и что? Не паникуй, не бойся. Не надо бояться каких-то шумов. Ну вот услышал ты какой-то шум, да? Или увидел что-то. Потом накручивать себя начинаешь. Братья, сестры, лайки ставьте, подписывайтесь, комментарии пишите и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить.